Эта история, без преувеличения, поразила всю Украину. Владислав Волошин, боевой офицер, лётчик-герой, застрелился из пистолета. У себя дома, в Николаеве, за стенкой была его семья. Почему военный на это пошёл? Полиция рассматривает пять версий, но друзья Владислава считают, его довели до самоубийства из-за профессиональной деятельности. Волошин исполнял обязанности директора Николаевского международного аэропорта. Что же произошло и какие ещё версии озвучивают правоохранители, Сергей Бордюжа расскажет. Потрясение. Так можно охарактеризовать то, как восприняли произошедшее в Николаеве. Герой АТО, бывший лётчик штурмовика Су-25, а последние месяцы руководитель местного аэропорта покончил жизнь самоубийством. Владислав Волошин застрелился из пистолета Макарова у себя дома. Ещё живого его довезли до больницы, но спасти не смогли. Волошин был в сознании, но причину своего поступка не объяснил. Действительно ли Владислава Волошина довели до самоубийства, теперь разбирается полиция. У правоохранителей есть пять версий. Несчастный случай, суицид из-за депрессии, возможных семейных проблем, конфликтов на военной службе или же в связи с профессиональной деятельностью. Я думаю, что его совесть не выдержала в борьбе с этой коррупцией, с этим всем, что творилось на аэропорту. Многие знакомые Волошина связывают его гибель именно с работой, точнее с реконструкцией пассажирского терминала аэропорта. Строительство начала одна компания, потом чиновники провели тендер, и его выиграла уже совершенно другая фирма. Стоимость объекта более 100 миллионов гривен. Местные СМИ и активисты подняли вопрос о возможных махинациях с бюджетными деньгами и причастности к этому областных чиновников. Вам не стыдно, что вы не знали о том, что происходит по аэропорту? Почему происходят ремонтные работы аэровокзала, не проведя ни проект, ни тендер? Это имеет отношение? Это следствие объявило всего? На следующий день после самоубийства в интернете появилась переписка Волошина с коллегой и другом. Говорит, его заставили подписать сомнительный тендер. Из-за этого Владислав был в подавленном состоянии. Постоянно речь идет о каком-то он. Мое предположение, что речь именно о главе администрации Алексея Савченко. Он боится, что его могут и пристрелить, как он здесь пишет. После того, как он говорит, я бы сам подписал петицию против губернатора, он говорит, но боюсь, что пристрелят. Жалко только детей. Типа сам не боюсь. Губернатор Николаевской области Алексей Савченко за неделю так и не появился на публике. Только написал в фейсбуке, никакого отношения к самоубийству Волошина не имеет. За начальника отдуваются подчиненные. Он на больничном. Он в Израиле лечит. На больничном. Я вышел ответить на вопросы. Трагическая гибель Владислава Волошина вызвала большой резонанс. Массовые митинги прошли в Николаеве, а затем и в Киеве. Люди уверены, в смерти героя виновен конкретный человек. Губернатор Николаевщины на сегодня может выявиться основным подозреваемым в этой справе. Поэтому мы как раз сегодня вымагаем отстранения его, отзайманной посады, проведения службовой переверки, проведения расследования. Активисты, даже соответствующие обращения к президенту, подали. А с Владиславом Волошиным в среду простились в Николаеве. Его провожали как героя. Похоронили на родине в Луганской области. Владу было 29. У него остались жена и двое маленьких детей. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности в неделе. Телеканал Интер.